Для любителей простой домашней выпечки посвящается кефирное печенье буквально за 15 минут. Нереально вкусное, из самых доступных ингредиентов, которые покорит ваше сердце. Посмотрите на этот замечательный внутренний мир. Сверху хрустящее, а внутри такое нежное, мягкое. И, конечно, спонсор видео, мое сердечко. Итак, в миску отправляем 2 яйца, а также 100 грамм сахара, либо сахарной пудры, щепотку соли, пакетик разрыхлителя и 100 мл растительного масла, а также 200 мл домашнего кефира, либо магазинного. Желательно, чтобы он был комнатной температуры. Перемешиваем буквально минутку-две, добавляем ванилин, один пакетик, и частями вводим муку. Здесь 500 грамм. Кстати, я ее заранее просеяла, для того, чтобы она обогатилась кислородом и выпечка получилась воздушной. Таким образом замешиваем очень приятное, эластичное и слегка липнущее к рукам тесто. Самый главный плюс в том, что с тестом можно сразу работать. Не нужно его отправлять в холодильник на расстойку. Просто берем, замешиваем, раскатываем и формируем наши печеньки. В итоге вот такое замечательное тесто. Будем его раскатывать. Не очень толсто, не очень тонко. Конечно, если вы любите хрустящие печеньки, раскатывайте потоньше. Я, как мамочка троих детей, люблю рецепты, которые экономят наше драгоценное время и силы. Не нужно бежать в магазин за продуктами, усложнять процесс. Просто взял и приготовил из самых простых домашних ингредиентов. Поэтому обязательно сохраняйте и готовьтесь с любовью. Кстати, вот такое тесто толщиной должно получиться. Теперь распределяем растительное масло и обильно посыпаем сахаром. Сверху можно немножко пройтись скалкой, чтобы сахар хорошенечко приклеился. И далее будем разрезать на полоски, а уже потом на квадратики. Я беру такую штучку с узорами, получается и красиво, и быстро. Ну а теперь включаем духовку разогреваться, застилаем форму пергаментом, выкладываем наши печенюшки. Будем выпекать при температуре 180 градусов Цельсия буквально 15 минут. Мои дорогие зрители, посмотрите на этот потрясающий результат. Какой аромат стоит, просто не передать. Обязательно приготовьте двойную порцию, иначе не хватит. Потом не говорите, что я вас не предупреждала. И не забывайте отправлять фото, отчеты, писать комментарии и оставлять лайки. Вам не сложно, а мне приятно. Благодарю за внимание. С вами была я. Файтия. Ох, красота. Ох, красота.